Разбор фильма Шоу Трумэна, основоположника реалити и сериалов. Шоу Трумэна – один из иконических фильмов мирового кинематографа, который не только является прекрасным с художественной точки зрения, но и еще и предопределяет развитие нашей массовой культуры на много лет вперед. Он был выпущен в 1998 году и подал идею, что людям будет очень интересно следить за жизнью других людей, тем самым буквально запустив цепочку реалити-шоу, видеоигру The Sims, а впоследствии и опосредованно сериальность социальных сетей. Стоит ли говорить, какой он оказал огромное влияние на медиа и культуру нашего времени? Сейчас разберем этот фильм, но сначала подпишитесь на мой канал, чтобы увидеть больше подобных разборов, и поставьте этому видео лайк, чтобы помочь увидеть эти разборы другим людям. Доброе утро! Доброе! На случай, если не свидимся. Добрый день, добрый вечер и доброй ночи. Из множества различных реакций на фильм, какая хорошая идея, похоже, возглавила список, по крайней мере, среди руководителей телевидения. После выхода Трумана в 1998 году в 1999 вышла первая серия «Большого брата», а в 2000 состоялась премьера «Выжившего». В то время эти первые реалити-шоу казались шокирующим форматом, но люди, отвечавшие за них, оказались на правильной стороне истории, поскольку реалити-шоу всех видов захватили огромную часть телезрительской аудитории последующих поколений. С другой стороны, люди приходили в это шоу добровольно. Также в 2000 году вышла игра «The Sims», которую можно назвать игровой версией шоу Трумана. И, кстати, говорят, что сейчас Марго Робби снимает фильм про The Sims. Видимо, он будет по типу Барби, я лично его очень жду и играю в The Sims. Давайте подробнее разберемся, какие приемы сторителлинга использованы в этом фильме. О, по сути, сторителлинге и инсценировке жизни для ее просмотра на экранах. Еще раз, шоу Трумана – это научно-фантастический комедийно-драматический фильм 1998 года, который многие считают одним из лучших фильмов в карьере всех троих – сценариста, режиссера и исполнителя главной роли Джима Керри. Труман Бербанк – добропорядочный продавец страховых услуг из маленького городка. Живет, казалось бы, идиллической жизнью, но его мучает неудовлетворенность. Он все еще тоскует по девушке, в которую влюбился в колледже, но которая внезапно исчезла, и испытывает сильную тягу к путешествиям, хотя все в его жизни, кажется, отговаривает его от них. В его городе также происходят странные вещи. То звезда-прожектор падает из воздуха прямо перед ним, то рации его автомобиля ловят радиопередачу, которая, кажется, отслеживает его передвижение. И все, начиная с его красивого дома и прекрасной жены, и заканчивая даже его верным лучшим другом, кажется каким-то… искусственным. На самом деле Трумэн с самого своего рождения является звездой всемирно успешного реалити-шоу Шоу Трумэна, в котором каждая минута каждого дня его жизни снимается и транслируется в прямом эфире под присмотром фанатичного и одержимого создателя, продюсера и режиссера Кристофа. Так давайте же вместе в прямом эфире перенесемся в лунную студию. Именно там обитает величайший телепровидец Кристоф. Поскольку кризис в жизни Трумэна начался именно с Кирка, я пришел к выводу, что как раз ему надлежит с ним покончить. Трумэн даже не подозревает о том, на какой обман все идут, чтобы держать его в неведении, но скоро все меняется. Когда он натыкается на таинственного бродягу, который выглядит почти так же, как его умерший отец, у Трумэна начинается параноидальное расстройство, и он начинает полное исследование своего окружения. Однако все вокруг отчаянно пытаются помешать ему узнать правду. Или, что еще хуже, найти выход. В общем, фильм рассказывает о той неделе, когда весь фасад шоу Трумэна вдруг разом пошел наперекосяк. По сути, в фильме мы видим несколько слоев. Жизнь Трумэна в выдуманном мире Sea Heaven и реальную жизнь, где люди следят за героем по телевизору. Создатель шоу Кристоф определяет судьбу Трумэна, а все знакомые и близкие парни участвуют в съемочном процессе. Его жена, друг и остальные жители острова участвуют в съемке документальных фильмов о шоу, реализуют продакт-плейсмент и содействуют тому, что Трумэна держат в заложниках. Получается, мы с вами как бы третий слой, зрители вообще всей этой истории. Моя жизнь и есть шоу Трумэна. Никакого притворства в том, что вы увидите минутки фальши. Трумэн добрый, надежный, искренний и наивный, хоть и не лишенный внутривостержнем мужчина. Имя у него говорящая True Man, человек правды. Вся жизнь Трумэна это в сущности газлайтинг. Особенно примечательно, что Мэрил и Марлен склонны списывать его растущие подозрения на приступ психического расстройства, что как раз и является определением приема газлайтинга. Подразумевается, что Марлен сильно пьет из-за чувства вины, которое он испытывает из-за того, что притворяется лучшим другом Трумэна, постоянно обманывая его. Трумэн живет довольно комфортной жизнью, но в позолоченной клетке. Он работает страховым агентом, женат на красивой жене, живет в красивом доме и водит красивую машину. Однако, будучи звездой сериала, он должен оставаться на острове, где происходит действие. И это достигается следующим образом. Трумэна травмирует аквафобия, когда он видит, как тонет его отец. В школе, когда он говорит, что хочет стать исследователем, его учитель отвечает, что в этом нет смысла, так как исследовать больше нечего. Он посещает туристическое агентство, которое не поощряет путешествия. Когда он пытается сбежать, ему мешает пробка, лесной пожар и ядерная авария. В конце Трумэн использует для победы парусник, который Кристоф пытается остановить штормом. Но он прекращает, прежде чем Трумэн тонет. Весь фильм – это процесс сломания четвертой стены. Луис Колтрейн, так в фильме зовут актера, играющего Марлену, нарушает четвертую стену, когда говорит в камеру и Кристоф выгодит. Да из-за чего тот обрывает трансляцию в шоу. Жена Трумэна, когда Трумэн начинает что-то подозревать и приставляет к ее шее опасный кухонный гаджет, кричит в камеру «Do something! Сделайте что-то!». Сам Трумэн делает это в конце фильма, когда после одной из своих рутин перед камерой в зеркале, в ванной он наклоняется и шепчет «Это бесплатно!». Это достаточно тонко, чтобы проскользнуть мимо наблюдавших членов съемочной группы, но вскоре после этого Трумэн вырывается на свободу. Также шоу Трумэна – это аллегория к божественному созданию мира. В финальной сцене Трумэн идет по небу, но с точки зрения зрителей кажется, что он идет по воде. Кристоф разговаривает с Трумэном через динамик, его голос отдается эхом и даже исходит от луча света за облаками. Кто ты? Создатель одного телешоу, которое вселяет надежду и радость в сердца миллионов. В оригинале звучащий «Ecue the sun» напоминает «Let there be light» – «Пусть будет свет». Яма, которую Трумэн роет, чтобы выбраться из своего дома, прямо имитирует трудный путь к просветлению. Весь финал может быть большой метафорой смерти Трумэна. Он встречает своего создателя после плавания по порочным водам, завершает свою жизнь и покидает свой мир через дверь в небесной части. Лестница, нарисованная так, чтобы слиться с фоном неба, на который Трумэн поднимается, чтобы попасть во внешний мир, может рассматриваться как лестница на небеса. Отношения Трумэна и Кристофа чрезвычайно похожи на отношения жестокого родителя или партнера и его жертв. Кристоф настаивает на том, чтобы контролировать каждый аспект жизни Трумэна, пугая того, чтобы тот никогда не шел против его желаний, заставляет его верить, что он никогда не сможет выжить самостоятельно, регулярно, оказывает ему в реальной свободе, при этом горячо настаивая и искренне веря, что это для его же блага, а также жестоко расправляется с ним, когда чувствует, что его предали или Трумэн идет против желаний Кристофа. Его последняя просьба к Трумэну остаться до жути похожа на то, как насильник пытается уговорить свою жертву остаться и предлагает начать все с чистого листа, искренне заботясь о своей жертве, но только на своих условиях. Какие интересные приемы и тропы стори-теллинга мы видим в этом фильме? Если вы не знаете, что такое троп, посмотрите, пожалуйста, мое видео. Также вы можете скачать бесплатный список топ-25 самых популярных тропов, которые я составила для вас. Он находится по ссылке в описании. Bookends. Первая фраза Трумэна в фильме, когда он приветствует своих соседей. В самом конце фильма, перед тем, как навсегда покинуть студию, он говорит Кристофу. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. Это также прием ироничное эхо. Фильм начинается со звезды, падающей с неба, и заканчивается звездой, восходящей на небо. Значимые имена героев. Трумэн Бэрбанг. Бэрбанг, потому что именно там находится Си-Хевен, а Трумэн настоящий человек, потому что Трумэн единственный настоящий человек в Си-Хевене. Христос, а также Моисей и Роман, это руководители сети. Одного из помощников. Кристофа зовут Симеон. Как и подобает городу, населенному исключительно актерами, персонажи и места в Си-Хевене, названы в честь знаменитых кинозвезд. Каждый раз, когда камера снимает через объектив рыбий глаз, мы знаем, что видим сцену с точки зрения одной из 5000 скрытых камер. Для съемок невозможных для этих камер используется обычный объектив. Есть странные ракурсы отсутствия и неловкое использование движений камеры, неуместно близкие или далекие кадры и так далее, которые можно было бы ожидать от живого шоу, снятого скрытыми камерами. Что менее реалистично, так это звук. Все диалоги на скрытых камерах очень чистые и четкие, как будто записаны на высококлассный однонаправленный микрофон с расстояния в пару футов, включая сцены на пляже, а пляжи, как известно, ужасные места для записи звука даже в идеальных условиях. В какой-то момент возникает предположение, что некоторые прохожие прячут на себе маленькие микрофоны. Product Placement Поскольку в сериале нет рекламы, он выходит в эфир круглосуточно. Все, чем пользуется Трумэн, оплачено корпоративными спонсорами, а люди из жизни Трумэна устраивают подробные описания предметов, используемых в повседневной жизни. Ближайший эквивалент обычной рекламы, показанной в фильме, это короткая сцена, в которой Трумэн молча пьет свой утренний кофе, а внизу экрана прокручивается текст, восхваляющий достоинство именно той марки кофе, которую он сейчас пьет. В удаленной сцене показано, что если бы Трумэн не понял, что происходит, Кристофф и руководители сети собирались транслировать основное шоу и его спин-офф в двухканальном формате. Основное шоу продолжило бы следовать за Трумэном, а спин-офф за его нерожденным ребенком, повторяя цикл заново с дублированием, когда оба находятся в одной комнате вместе. А когда бы Трумэн умер, Луис предполагал, что шоу вернется к формату одного канала. В реальной жизни существует разновидность параноидальной шизофрении, получившая название «Синдром Трумэна», для которой пациент считает, что его жизнь – это телевизионное шоу. Главные темы фильма – иллюзии и реальность. Фильм исследует тонкую грань между иллюзией и реальностью. Трумэн живет в мире созданным для него, но для него он реален. Вопрос о том, что делает нашу жизнь реальной, поднимается в фильме. Свобода и контроль. Шоу контролирует каждый аспект жизни Трумэна, лишая его свободы выбора. Фильм поднимает вопрос о том, насколько важно иметь контроль над собственной судьбой и идти против установленных норм. Цена истины. Трумэн сталкивается с моральной дилеммой – продолжать жить в иллюзии счастья или разрушить ее, чтобы найти истинную свободу. Фильм заставляет зрителя задуматься о цене, которую мы готовы заплатить за правду. Мораль фильма. Мы все приходим к моменту, когда нам нужно решить, оставаться ли нам в привычных комфортных иллюзиях или двигаться вперед в неизвестность реальности. Когда это происходит, мы не должны слушать тот маленький бесплотный голос, говорящий нам, что мы не можем уйти. Никто не должен существовать только ради развлечения других. Людские желания имеют значение, и относиться к ним как к развлечению – это просто чудовищно. Шоу Трумэна – это волнующий фильм, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о фундаментальных вопросах человеческого существования. С помощью уникального сюжета и умелой режиссерской работы фильм оставляет зрителей с глубокими размышлениями о природе реальности, свободы и истины. Поставьте лайк этому видео, если оно было вам интересно, и напишите в комментариях, как вы думаете, на что еще повлияло шоу Трумэна, понравился ли вам этот фильм, и что еще вы советуете посмотреть на эту тему. С вами была Таня Жакова, подпишитесь на канал, чтобы увидеть больше подобных разборов. До встречи!